Всем доброго времени суток, друзья, товарищи, комрады. Мы продолжаем цикл своеобразных сражений в сериях игр Total War. Сегодня у нас пару македонян попытаются удержать натиск на переправе тысяч персов. Если персам удастся пробить, значит, защиту переправы, то, боюсь, некомедия пойдёт и путь в Афракию будет открыт. Если всё-таки македоняне удержат натиск, то, скорее всего, гитайры из города Эфес смогут присоединиться к основным армиям в Каппадокии. Таким образом, Александр сможет ударить по антиохе. Ну, в общем, это такой мини-сценарий для тех, кто жаждет сценария. Ладно. В общем, у Парфии здесь не какие-то бичья, а серьёзная пехота. Всякие гаплиты. Вот. Клабинарии, катафракты, колесницы, слоны. Лучников, кстати, я перезаписываю, потому что многие требовали лучников, поэтому я воткнул лучников. В общем, армия персов жестка. И очень сильно. Итак. Сейчас мы поставим наших юнитов, и начнётся битва. И тратим своё время. Врываемся. Здесь, скорее всего, тоже будет удар, поэтому тоже готовим хлопцев к бою. Занимаем брод. Таким вот образом. Здесь у нас получается даже отряд резерв получается. Неплохо. На крайний случай, так сказать. Резерв это вещь... Даже не вещь, а... Ресурс крайне необходимый. Так, пикинёры к бою. Ждём. Пусть доселе враг врывается. Конечно, меня лучники напрягают у парфян. Но удачи им пожелаем. Потому что у нас фланга золотых щитов имеет броню 105. Это серьёзно. Так, значит, лучники начинают стрелять уже. Угу. Всё, понеслась. Так, тем временем здесь. Быстро сейчас пехоту расставим адекватно. У неё очень хорошо получилось. Чё-нибудь вот так вот. Здесь у нас колесницы пытаются преодолеть брод. Однако фланга золотых щитов уже стоит и готова сразиться. Вот что бывает с колесницами, которые пытаются черджануть пики. Ха-ха. Так. Следующие на очереди клабинарии. Ничему не могут научиться у нас, к сожалению, парфяне. Каждый год они дохнут от пик. Как говорится, рассыпной сукастрой в помощь. И на месте парфян бы тупо снимал бы шмотки и переплывал бы здесь всё. И заходил бы к пикинерам в тыл. Тем временем мост уже атакуют слоны. Оу. Здесь определённо нужна помощь. Подтягиваем резерв. Нельзя взял. Слоны это жесть. Опасная штука. Ещё и лучники, постоянно ведущие свой обстрел. Стелучники все здесь, да? Вот это вот жёстко. Все стрелки у них тут. Как и слоны. Я так понимаю, большая часть армии в целом тут. Ударной кавалерии. Много кавалерии ближнего боя. Слоны очень жёстко тут растоптали наших пикинёров. Так. Готовим наши репозиции. Тащим резервы. Всё, готово. Гобойо. И дадим парфянам продавить позиции. Вообще как бы не персы, да, по идее, должны быть. Ну, а тут у нас парфяня. Я немножко приукрасил. Насчёт сценария, это как бы я там выдумал, да? Давайте без всяких это... Ну, исторично. Мы тут смотрим на битву, а не на... Как бы это выглядело, а не на то, как правда это или нет. Так, сделал тут небольшой скриншот. Не так страшно. В общем, лучники самая жёсткая угроза на данный момент. Ну, и слоны. Пехоту как-то и кавалерию бояться, я думаю, не стоит. А вот слоны, да. Они всё-таки продавливают построение. То есть, слонов забрали. Весьма неплохо. Ну, и слоны падают. Красивая картина, не правда ли? Вообще прям красота. Обожаю, но, блядь, как пехота неприятеля в огромных количествах пытается преодолеть пики. Это шедеврально. Сюда бы Вильяма Уоллеса, да? Если вы поняли о чём я. Так, ну, лучники спокойненько отстреливаются. Тем временем здесь пикинёры вообще прям на изи здесь живут. Гоплитов неприятеля. Ветеранов-копейщиков, всеразличных. Ну, и клубинари тут что-то пытаются сделать. Блин, дауны, серьёзно. Что вы делаете? Просто посмотрите на это. Не хватает немного чарджа. По лучникам, кстати, вообще неплохо прилетает так, да, порой? Ой, вернее, по пехоте лучники неплохо таки настреливают. Но гибнут мало, потому что всё-таки броня-то 105, это не маленькое число. Нужно это осознавать. Я, короче, баллисты убрал. В первой битве там баллисты были. Но посчитал, что если мы сейчас баллисты опять воспользуемся ими, это будет слишком легко, потому что и армию персов чутка тоже поменьше сделал. А баллисты очень жёстко, как вы знаете, разбирают там на 1500-3000 фрагов армии неприятеля. Поэтому, ну, лучше баллисты убрать порой. Для того, чтобы было более эпично, что ли. И более правдоподобно. Вот, как будто бы за пару часов македонянам бы удалось баллисты притащить к этому броду, да? Что находится у нас неподалёку от... Блядь, где он находится-то? Сейчас надо вспомнить, как этот город называется ещё. О, Господи. Короче, вряд ли бы македонянам... Македонянам удалось бы баллисты притащить к этой переправе. Бестоподобно. Не, ну всё, тут, короче, мне кажется, персы не пройдут уже. Слоны тупо текают. Слоны тупо текают. Что у нас происходит здесь? Ну, тут персы у нас всасывают. Причём, мягко сказано, тут уже по 400-500 фрагов, да? Здесь 56. То есть тут 200, 300, 200. То есть, ну всё, здесь, короче, ребятам жопа. Вот здесь ещё, посмотрите, как продавили неплохо строй. Однако вот сюда пройти, чтобы нужно, ну, охренеть. И знаете, как эти дырки для того, чтобы пикинё... Эти колесницы проезжали, да? Как в фильме прям. Эти проёмщики. Образованные для пикинёров, чтобы проехали. Там их сразу и чикали, обычно. Ну, лучники шатают, вроде как. Но как-то снаряды херово летят, если честно. Я думаю, погибнет среди македонцев гораздо больше. Ну, потому что всё-таки стрелки — это вещь опасная для пикинёров. Ну, нет. Спокойно гоплиты сдерживают натиск неприятеля. Без всяких проблем расправляясь с врагом. Только ощущение, что они больше своих убивают. Но хотя летит, летит, я вижу. Что порой прилетает всё-таки, да? В пехоте. Однако слабо прилетает. Вот честно, слабо. Очень честно. И тут, смотрите, отряды как раз-таки пачком стоят. И, по идее, вот сюда во фланг очень хорошо стрелы залетают. Но не в этот раз. Не в этот раз. Здесь вообще всё нормально. Один человек погиб только из 160. Они уже тут 700 врагов сделали. Давайте начнём продавливать их. Попробуем в ту зайти. Пацаны, в бой. Начинаём продавливать. Понеслась. Вы смотрите, кто сквозь пикинёры пробрался. Однако это временно. Стипарфяне и македоняне одних цветовых тонов, да, заметили? Довольно прикольно выглядит, на самом деле. Хотя македонцы здесь более золотые, если вы поняли, о чём. Здесь строй вообще жёстко поломали, кстати. Может, заместить. Не, ну... Пробьют, не пробьют, брешь. Вот что-то интересно. Опять. Здесь просто вынесли почистую. 820 фрагов сделали. Ребята, молодцы. Так, ну... Пускай стоят, тогда дрогать их не буду. Не знаю, зачем они нам тут. Мне кажется, здесь ребята тоже вывезут. Да? Не сумеете вы пробить пики, да, македонские? И плевать, что вы элита. Так-то это реально элита. Сорвняться с... Бессмертными, по-любому. Чё-то пики молодцы, конечно, но вот лучники меня расстраивают. Надеялся, что эти лучники нафигачат нормально. Преститские лёгкие лучники не очень прям красавцы. У них довольно неплохой урон, ещё и дальность 150. Одни из самых моих любимых лучников в игре вообще. А что-то как-то... Им не удаётся накидать спокойно по пикинёрам. Видимо, много прилетает по своим. Блин, вот печально, да. Давай копики здесь перестроим. Ну, хотя пускай стоят. Не буду помогать пока что. Здесь тоже строй как-то поломался. Так, блин, ну 400 фрагов это немало. Тут 700, ого. Здесь 800, ого. Это нормальное число. Более чем. У врага остаются лишь кавалерия. Давайте подыграем им. Позиция у нас немножко разбитая, надо подыграть, мне кажется. Перестраиваемся. Враг всё равно нас особо не обхитрит. Подтащим. Немножко хочется подыграть, а то как-то мы тащим на изи. Немножко огорчает. Хочется и видеть слив, да, хоть какой-то. А то что-то как-то парфяне вообще прям бедные ребята. Мне их прям жалко, серьёзно. Не могут они ни в какую пробить эту элиту. Ну, они тоже, по идее, элита. У парфяна очень много жестокой пехоты и кавалерии. И лучники серьёзные. Но чё-то как-то это... Не заходит. Я ещё и баллисту хотел поставить, эх. Баллиста здесь я бы точно не в тему была. Парфяне тают на глазах. Отряд в резервках убеду я. Шок на торяд по центру пробивают наш. Так, сделаем сейчас. Подкрепа наша тоже в бой идёт. Чеш неприятеля не пройдёт. Здесь фанфанг нам, смотрите, зашли. Однако от золотых щитов они... Очень-таки быстро дохнут. Это очень здорово. И посмотрите, какой воин. Эх, только спешим соратникам, царским щитоносцам, а.к. серебряным, они явно не справятся. Ещё с серебряным, потому что ветераны, так или иначе. А ветераны и есть ветераны. Ещё и полкан их в бой пошёл. Персидская стража залетает в бой. Не, ну выглядит персидская стража круто. По-любому, Глэд. Будешь простить, они все... Нет, чтобы кабу увезти, в тыл зайти. Ну давай, и напряги свои извилины, давай. Будь так любезен, шаги нашу армию. Давай. Кавалерия. Только не лоб в лоб. Ну почему лоб в лоб? Обойдите пикинёров с тыла, я не знаю. Нападите на них, не знаю, сбоку что ли. Что вы делаете постоянно? Завязывайте. Очень-таки меня жёстко расстраиваете. Лученький, я не знаю. Давайте как-нибудь там что-нибудь придумайте. Вы же, блин, лученький. Вы можете к пикинёров в тыл зайти, а пики вам ещё не сделают. Потому что они в ближнем бою вас точно не смогут сломать. Ну так, ближнего боя так не будет. Ой-ой-ой, вы посмотрите, начали под полководцем бить. Вот дурочки. Мы сейчас делаем вот так. Вот так устрою, вырубаем. Короче, пикинёры отыграли своё дело. Теперь идём в бой мы. Я всё понимаю, но можно как бы залп сделать, а потом уже в ближний бой идти. Нет, надо в ближний бой идти, ладно. Давай, полкан, тащи. Сноси клабинариев этих. Вот, смотрите-ка, фланг пробили моим пикинёрам. Давайте быстренько обрежь, что закроем. О, нет, опять эти чёртовы пикинёры. Я знал, что вы прибудете, братья мои. Итак, пики занимают позицию, и сейчас просто сотни врагов. Мы так делаем. Кавалерия у нас тут пососала царствий пельтастов, молодцы. Можно залп сделать. Ой, хорошо. Ой, хорошо. От залпов они отлетают так же хорошо, как от пик. Ещё залп, будьте любезны. А так в строении нет... Ой, я серьёзно, что ли? Уже конец? Конец битвы? Ну, высыкло. Короче, это... Что-то прям удивительно, если честно. Подохло их немало, определённо. Наши остались без снаряжения. Это интересно, сейчас для своего самого, так скажем... Опа! Эй, сколько народ-то погибло? Что-то как-то странно. Македонян, лишь полотряда подохло, все остальные живые. Походу, можно было тупо один отряд ставить, они будут все дефали. Да уж. Не шутите с магедонской фалангой. И плевать, что вы там элита, элит. Потому что по итогу вы пососёте. Если у вас даже есть слоны или колесницы. Или лучники. Лучники, чё-то как-то слабенько постреляли. Давайте посмотрим хоть что ли. Да, кстати, хотел 1000 против 10 тысяч, но, блин... Тамбалисты юзать надо. А пики там выстоят, а за 100%. Просто фишка в том, что я не хочу бумаги показывать. У меня компни такой жёсткий, как хотелось бы. Ладно. Блядь, я не то сделал. Сюка. Надеюсь, вы успели поставить на паузу и чекнуть... Да, поставьте, отмотайте на секунду 10 назад. Поставьте на паузу и посмотрите результат. Я чё-то прокликал. Ладно, увидимся, ребят. Скоро подъедет контент адекватный. Давайте, ждите. До скора.